Привет, красавицы! В этом видео будет мой стандартный макияж, про который вы очень много меня спрашиваете. То, как я обычно крашусь на какую-то съемку выездной, в каком-то проекте или на какую-то работу, где я должна быть в кадре. В общем-то, холодает, к сожалению. Начинается пора корпоративов, праздников. И я постепенненько вот с этого макияжа начинаю череду каких-то праздничных мейков и, в общем-то, небольших советиков. И надеюсь, что вам понравятся мои советы, может, кому-то пригодятся. Тогда буду рада. Я, честно, никогда так долго-то не собираюсь. И обычно это вот этот макияж в разной-разной гамме, просто техника приблизительно та же. И обычно я это делаю, конечно же, не думая и очень быстро. И параллельно вы меня просили еще показать побольше вот эти вот щетки, вот такие вот кисточки. Мои любимые продукты для стойкости. В общем-то, это то, о чем многие из вас, когда видят меня на живую, меня спрашивают. Это собрано просто в одно видео вместе. Начну с того, что базу я не использую, потому как стойкие тона, они, мне кажется, прекрасно фиксируются. Если же у вас текстурная кожа, тогда праймер, но лучше именно затирочный вам понадобится, не столь силиконовый. Вот моя любимая затирка пор, марка Face Shop, Face It, Oil Cut называется. И вот такая вот бальзамная консистенция. Это уже не знаю, какая у меня бутылка. И не забывайте, конечно, что прекрасная подготовка. Это патчи под глаза. И, наверное, сейчас и по продажам, и по отзывам вот эти вот от Beastrax признаны лучшими. Спрей для фиксации в конце я тоже не использую, потому что тоже не вижу в них какого-то смысла. Мне кажется, что это все маркетинг. Начну я с помады для бровей. У меня будет тенок Taupin. Это русый цвет. Мне, по идее, нужен темнее, но я хочу, чтобы брови были очень нежные, очень такие настоящие, светлые. Тоненькая кисточка и легкие штрихи, такие достаточно хаотичные. В общем-то, набирайте по чуть-чуть. Это главный секрет работы с помадой. Не давайте ей застыть слишком сильно. И двигайтесь, в общем-то, штришками такими. Бывает, девочки возьмут и начинают мазать себе такую прям цельную монобровь. Живенько должно быть. Видите? Оно получилось не темно, хотя очень волоски мои достаточно темные. Сейчас сделаю более точеный хвостик. Потому что все-таки образ женственный. Глаза в любой непонятной ситуации я начинаю с 11-го тинта от Armani. Я на него подсела. Моя любимая, так скажем, основная тень, на которую я все остальное наношу. На себе, на других людях. В принципе, наверное, нет гамма теней, которая не легла бы на него удачно в итоге. Потому что в нем есть и красный, и теплый, и холодный. Там что-то есть розовое, лиловое, серое, бежевое, всякое. Если мероприятие дневное, и, соответственно, хочется прям влажный эффект, то вот он мой вариант. Это Apeo. Он у меня, правда, в другую упаковку переставлен. Но текстура, в общем-то, это Apeo. Если более матовый или полуматовый, это съемка, либо вечер, то Traceless Perfecting Tom Ford или Perfect Matte от Dolce. Давайте Tom Ford будем наносить просто из соображения того, что вы его на мне не видели. И много спрашиваете, потому что я его так хвалю-хвалю, но никогда почему-то не показываю. Странная женщина. Видите, он прям очень хорошо адаптируется, подстраивается под тон кожи. Не верю, от производителя еще достаточно Traceless. Там Сережа у нас шумит на заднем плане. В общем-то, хорошо наносится практически всем. И пальцами, и блендером. Просто блендер его съедает просто очень много. Я прям совсем мало-мало наношу и потом добавляю, просто потому что мне так кажется намного лучше. Работается и намного красивее результат. Многие спрашивают про эти щетки. Я пока в процессе тестирования. Мне кажется, рано еще говорить. Но могу сказать, что они не впитывают много средства. И это действительно быстро. Это у меня не самая большая. Сейчас крашусь ими ежедневно. Вот самая большая. Этой просто еще более-менее можно к глазам как-то подобраться. Той уже совсем невозможно. Консилером сейчас пользуюсь Maybelline Fit Me. Чисто из тех соображений, что его тут кот наплакал уже на три раза. И уже надо допользовать. Ну, по поводу щеток. Вот это вот, которая под глаза щетка. Овальная моя самая любимая. Потому что она прям очень хорошо. Прям вот смотрите. Прям форма человеческой. Вот эти вот ямочки. Зато этими щетками очень классно что-то красить. Я имею в виду не лицо, а бутафорию, например. Я делала образ Click Silver из людей, с которыми мне очень много лайков. Набрал холыновский свой образ. Именно это я и красила в серебро свою куртку. Теперь многие говорят, Вика, сделай этот макияж, этот образ. Покажи, как ты его делала. Как ты красила куртку, себя и вообще. И вот я думаю, друзья. Надо или не надо, скажите мне, пожалуйста. А то я это, может, сделаю. Вообще, это интересно вам действительно или вы так просто из культурности от холынта прошел. Вряд ли будут какие-то еще такие тематические вечеринки. Чуть-чуть на более большую кисть жидкого бронзатора. Бронзирующий продукт у меня KIKO. Вот эти бронзирующие продукты много создают разных сложностей в нанесении. И полос, именно овальные щетки очень хорошо с этим помогают. Сразу стало немного поживее. Чутка при пудре. Просто вот любой пудрой без сталька. Гладенько. И в основном Т-зону и зону под глазами. И теперь будет страшное. Бейкинг. Самое мое любимое и самое пугающее людей. Далеко не все пудры подходят, чтобы запечь лицо. Вот самая известная из них, которая подходит. Такая чумазая в огромной упаковке. RCMA. Легенда Ютуба. И, конечно же, Ben Nye Luxury. И прекрасно пекут из того, что у нас продается Кайлин. Подкрашенная пудра. Особенно зеленая мне нравится. И NYX тоже корректирующая пудра. Оттеночная именно. Не минеральная, не HD, а вот эта. По чесноку, девчонки, все бейкинга очень боятся. Но на деле это реально единственный способ, кроме аэромакияжа, действительно убедиться, что макияж продержится до 22 часов ночи. И действительно останется на месте. Толстым слоем. Бухаю на лицо. А вот под глаза я, наверное, наносить не буду. Там и так будет хорошо дрыжаться. Там и так кожа суховата. Мы там все припудрили. Не будет бейкинга там. Я так решила. Новый контурирующий набор от Sarme. Это новая для меня марка. Давайте пробовать. Анастасии Беверли Хиллс теперь нет, а жить как-то надо. Ну, точнее, остатки. И теперь надо заказывать через интернет. Это не очень удобно. В принципе, хайлайтер можем пробовать из этой же палитры, этой же кистью наносить. Он очень деликатный. Такой просто зашлифованный будет эффект кожи. Очень гладкая на ощупь. Текстура. Вообще классная штучка. Мне понравилась эта палитра прям на ощупь. Просто любовь с первого взгляда была. Точнее, с первого прикосновения. Давайте немножечко коррекция. Ну, точнее, сейчас пока немножечко. Потом еще немножечко. И закончится с тем, что множечко. Потому что все-таки видео. И как бы, поскольку снимаю у нее, я вообще не уверена, что по свету и как по свету. Обязательно вот эту зону под подбородком, поскольку камера сейчас будет прибавлять очень сильно веса и объема. Как вы знаете, камера полнит. Ну что, можно лоб на самом деле уже убрать пудру. И чуть-чуть мы шлифанем на носике ее. Ну, давайте немножко и темным цветом тоже носик проработаем. Верхнюю слизистую делаю только карандашами Beauty Drugs. Безумно они у нас крутые получились. Мы очень старались. Поэтому даже не хочется что-то другое брать. Очень мягкие, очень стойкие, очень кремовые. И многие люди, которые раньше стрелки не носили, из-за того, что все не держалось. Теперь начали это делать, наконец-то. Мне нравится немножко так вот сделать межресничку и дымочку, потом накрасить глаза, и потом уже подводкой это все зафиксировать. Оказывается, это достаточно удобно. Шлифует, но хотелось бы мельче просто сам размер. Вот теперь, наконец-то, время смахнуть остатки пудры запекшейся. И сделать румяна. Вообще я себя крашу именно вот так хаотично. Мне очень нравится по кускам собирать и смотреть, где что пропустить. И румяна у нас будут Beauty Drugs. Будущие румяна. Пока упаковка вообще на разу не готова. Это просто как бы пластиковая штучка для рефила. Но это мои безумно любимые румяна. Бесталька. Румяна эти дают такой зашлифованный, красивый, прям атласный эффект. Поэтому жутко я с них прусь. Поэтому извините, что я какие-то такие, которые уже можно купить, не использую. Ну прям я не могу просто от этих оторваться как бы. Я бы даже и бронзер отсюда же использовала. Но рано. Делая консилер и стрелку, я уже получила направление для макияжа глаз будущего. И теперь Том Фордик любимый. Номер один. Golden Ming. Натуральные матовые оттенки из нее. Два смешиваю вместе. И в складочку наношу. Вот прям вот сюда вот. Ставлю точечку, самый основной акцент. И дальше подтушевываю. Потому что мне нужно, чтобы именно здесь было затемнение, немножко приоткрыть глаз. То есть больше не удлинить, не округлить. А именно сакцентировать вот это подбровное. Прямо вот здесь вот будет самая основная темнота. И дальше я растушевываю мягенько. Зашлифовываю. Очень хорошо со всеми палитрами совершенно люксовыми сочетается эта подложка. Весь макияж из моих фаворитов получается. Ну, потому что, как бы, когда ответственное мероприятие, приходится уже чуть меньше экспериментировать. Максимум один-два продукта. Или парочка изменить технологии макияжа обычного. Просто для того, чтобы уже не накосячить, не промахнуться. Потому что дневной макияж у меня, конечно, иногда с новыми продуктами бывает и провальный. Потому что где-то чего-то не выдерживается. Или не стыкуется вместе из продуктов. Не из-под тушевы. Просто чтобы он был, как бы. Очень красивая палитра. Тащусь от нее. Немножко тех же цветов на нижнее веко. Вообще, впервые делаю этой кистью. Вообще, не знаю, получится или нет. Но вообще, пока нормально. Теперь кистью побольше, попушистей. Более светлым цветом из двух. Растушевала дымку снаружи. Более темный цвет чуть-чуть прикладываю на внешний уголок. Лучше более мелкими кисточками работайте, девочки. Если вы не совсем уверены в своих тенях или руках. Теперь вместе, наверное, бронзу и что-то такое золотистое наношу на середину. Чтобы у меня был вот этот вот мокрый, немного интересный блик. Даже на внутренний уголок нанесем. Но тени эти такие. Они больше как топовое покрытие. Они так слегка сияют. Нет прям совсем такого дискотечного эффекта. Как коверпоп, например, дают. Или корейские мои любимые. Просто больше бархатистости придают. Нежели чего бы то ни было другого. И вот уже для золота-золото. У меня Beyond 0,5 оттенок. Вот не сказать даже на внутренний уголок или на середину. А что-то между. Я бы сказала. Вообще люблю такое сочетание текстуры. Это, наверное, не случайно. Сейчас все визажисты топовые любят вот такую игру. Когда здесь мат, здесь сатинь. Потом еще шиммер. Потом глиттер. Все это вместе как-то так вкусно перемешалось. Но при этом на открытых глазах и даже на закрытых непонятно, что это конкретно такое. Ну, это сейчас мы называем обычно такой лухари-мейкап. Хотя сейчас многие, наверное, со мной поспорят. И давайте делать стрелочку. Подводка вот такая вот у меня. Очень интересная. Которая одевается на пальчик. Для большего контроля. Сифора. Давайте коричневая, чтобы не было излишне тяжело. В общем-то я делаю достаточно широкую подводку. И за счет того, что у вас супер маленькое расстояние от самой рисующей, скажем так, зоны подводки, да, до пальца, получается сделать просто все, что вы хотите. Отрисовать форму очень быстро. Это моя подводка для машины, для самолета и всех случаев, когда вообще непонятно, чего и как, как жить. И когда все двигается, здесь хотя бы вы двигаетесь вместе с рукой. То есть она очень тоже легкая, в применении беспроигрышная такая. Тонкие, в принципе, тоже ей можно. Сначала очень скептически к ней отнеслась. Мне показалось, что вред какой-то. И начала с цветных вариаций. Но когда мне все больше девочек, включая Настю Джонсон, начали говорить, слушай, такая прикольная штука, такая прикольная штука, пришлось пробовать еще раз. И, в общем-то, я распробовала. Финиш у нее прям бархатный такой. Она прям такая какая-то припудренная, прикольная. Легчайший слой туши, так как будут накладные ресницы. Тушь у меня Bereson, корейская. Она просто очень хорошо смывается горячей водой. Она очень удобная, капсульная. Только из-за этого я ее, в общем-то, использую. Как-то раз я ее в каком-то тест-обзоре новых продуктов тоже тестировала впервые. Ресницы у меня всеми любимые Ardell Wispies. Нарезаю по своему усмотрению. Ну и клею, в общем-то, сверху на готовую тушь. Ресницы получаются очень крутые, но очень натуральные. И я подкрашиваю потом для объединения вместе свои и не очень. И подкрашиваю нижние ресницы. С собой у меня в сумке для поправления та же самая помада. Потом помады, которые в итоге, вероятнее всего, будут на губах. Стойкие матовые тинты. Просто глупо их дома красить, потом перенакрашивать. Я делаю базу или, может быть, ее оставлю как бы в виде кремовой помады. И под платье я уже выбираю, какой у меня будет эффектный тинт. На всякий случай в баночке у меня Dermablend плотного перекрытия тон. Кушен, чтобы перекрашиваться вдруг. Матирующие салфетки, капельки для глаз. Спрей для макияжа, чтобы что-то освежить. Вот это очень классная штука, такой spot treatment. Вдруг появятся какие-то воспаления в процессе от Kiehl's. И матирующая корейская пудра. К такому мейку делаю абсолютно любые активные губы. Теперь вы понимаете, почему я сделала глаза достаточно контурными, но не перегружала. И мои любимые опции глянцевые, всяческие разные. Если нужно какую-то носибельную помаду, то это будут другие марки, как вы знаете. Но эффектные такие вот глиттеры. Мне кажется, круче всего именно у Kiehl's получились. Вот такие вот четыре варианта, в зависимости от цвета того платья, в котором я в итоге пойду. Это номера 8 и 6 металлики бордовые и красные. И с блестками 4-й красный и 6-й фиолетовый. Очень крутые все. Я тащила свой брелок от ключей. Это оттенок 999, мат, красный оттенок. И я буду его набирать вот этой же кистью и делать такой вот тинт. Матирующие салфетки самые лучшие, пленочные, мне кажется. Они есть у MAC, они очень классные у Shiseido. И самые бюджетные и крутые у Just. Очень вам советую их. Я как-то купила 10 упаковок, но у меня уже закончились все. И сейчас у меня нелюбимая. Потом пудра. Я очень люблю тоже корейские пудры. Это вот Лио Элли HD пудра, которая затирает немного поры. Значит, волосы у меня предзавиты со вчера. Сегодня, начиная с бора, я их сбрызнула сухим шампунем. Сейчас надо будет избавиться вот от этой вот пыльности. Я специально его прям оставляю на волосах пока собираюсь. И получается не только объем, но и укладка, в общем-то, можно сказать, даже лучше, чем вчера была. Все волосы накручены от лица на конусную плойку. Соответственно, вот здесь вот они более прямые от такой технологии завивки. И здесь уже есть какие-то завитки. Если хочется больше объема и прям больше кудри-кудри, тогда крутите одну от лица, одну к лицу, от лица к лицу. Разобрала локоны, осознала, примерно, как они должны выглядеть, как они будут выглядеть. И потом я собираю снова или вот так вот, и сбрызгиваю лаком, чтобы вот здесь вот тоже у меня все хорошо держалось. Либо же, так как все от лица накручены, вполне можно завернуть рожочек, такую буклю принцессы Леи. И, в общем-то, чтобы это все хорошо продержалось в течение дня. И просто на майку одеваю какой-то кардиган для того, чтобы тоже не снимать все вот это. Потому что, девочки, это ошибка. Многие оденут свитер, соберутся на фотосессию или какую-то съемку и приезжают. Думают, чего же мне делать с этим прекрасным макияжем, прекрасной укладкой. Так что, в общем-то, в целом я готова. Сейчас собираю волосы и уезжаю выбирать платье. Если макияж просто вечерний, вообще не важно, прокрашена ли у вас межресничная зона, никто этого никогда не заметит в вечернем свете. Но если это история про фото и видеосъемку, то лучше закрашивать. Расстояние между ресничками будет намного аккуратней и намного дороже смотреться мейк. Маленький такой трюк, да. Сейчас я сделаю достаточно аккуратные брови, но если вы в процессе отращивания, то есть у вас где-то что-то растет, где-то нет, лучше работайте не таким образом, как я сегодня, а именно возьмите лучше маркер. Сделайте штрихи по всей брови в направлении, как ваши собственные. То есть сначала гелем немножко уложить, потом проштриховать. Таким образом на любой HD съемке у вас все-таки будут очень крутые брови и не пластиковые, никакие не тяжелые. У меня маркер Beauty Drax в первом оттенке, тоже мой все время фаворит при сборах.